Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Man of Medan. Итак, мы играем за флис на корабле. Продолжаю исследовать. Непонятно, что случилось с моим конвоиром. Он куда-то убежал, попутно всё расстреливая. Аж потерял фонарик. Теперь вот я хожу с ним и пытаюсь вообще понять, что здесь происходит. Но, походу, это просто галлюцинации. То ли из-за корабля проклятого, то ли из-за газа, который до сих пор здесь сохранился. Неизвестно. Итак, мы в том большом ангаре, который мы видели в прологе. Очень непонятные какие-то артефакты у нас возникают, когда я свечу фонарём. Вот вы видите немножко в центре света фонаря какие-то полоски странные. Может быть, так и задумано. Может быть, это часть мистической составляющей. Кто знает. Не знаю, куда идти. Но тут интересно. Караульная служба. Так. Ну, это всё фигня. Несанкционированный проход в охраняемой зону воспрещён. Не оставлять пост до прибытия смены. Ну, ладно. Ну, ладно. Больше никуда она идти не хочет. Ничего смотреть тоже не хочет. Матерь божь! Я что-то видел! Вот прям здесь. Ладно, не важно. Ничего нет, ничего нет. Призраков не существует. Призраков не существует! Запомните. Всё. Ох, чёрт. Господи! Что здесь произошло? Буйня, деточка моя. Буйня! Так, жетон. Чарльз Перес. Рекс Перес. Бостон, Массачусетс. Блин, ракурсы, конечно, выбираются просто. Найжутчайшие. Давайте пройдём сюда, посмотрим. Потому что нам надо в этот проход. И мы попадём в тот зал, где... Из пролога... Наши два героя убили друг друга. Или там... Не знаю, что случилось. Один-то убежал в итоге, один-то убегает. Другой погибает. Ножик! Не-не-не, всё... Или это тот самый нож? Не пойму. Будем осторожны. Помним про картину и удар ножом Брэда. Потому что Брэда мы до сих пор не нашли. И не знаем, где он и что делает. Ну, идём в тот зал. Ой, мать! Дверь сама закрылась? Чёрт! Ах ты ж долбануться нахрен! Что за сучий день? Чёрт! Ага! Ладно. Так, погнали. Всё. Мы играем за Брэда. Да вот он вылез. Как и было на картине. Выше нос. Давай же, мать твою, не трусь. Ну же! Что? Ладно. Так, ладно. Короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Давай, выше нос. Встряхнись. Погнали. С фонарем тяжело отцепляться. В карман бы положил. Вот дерьмо. Так. Мы попали точно туда. Что если? Ага, тут что-то есть. Или ничего. Ладно, закрыто так закрыто. Пойдёмте. Там не перепрыгнуть, это ясно. Тут был планшет, да я его уронил. Ах, если б я его не уронил, я бы мог сейчас за Брэда его посмотреть. Ха. Интересный ход. Твою мать. Всё нормально. Может быть, это просто флис схватили в этот момент? Кто здесь? Это очень плохо. Или это крикнуло Джесс? Джесса могла крикнуть. Помните тогда? Ультразвук запустило. Так. Опачки. Тут прям... Тут прям нескрываемо много газа. Ладно, сюда, наверное, идти не стоит. Подождите, а вот я сразу пошёл сюда. А что если пойти туда, куда пошли? Хм. Туда мы пошли-то с самого начала. Вот туда же мы пошли. О, ножки висят. Нормально. Что это? А, браслет. Браслет Джулии. Они здесь были? Отлично. Джулия. Они здесь были? Джулия, Джулия. А, я назвал её Джесс, да? Ну, не важно. Почти угадал. Забываете именно. Джулия, Джесс. Закрыто будет, да? Конечно. Мы же должны посмотреть. Мы же должны, ребят, посмотреть что-то новое, правильно? Не то же самое. Вот поэтому и закрыто. Поэтому пойдём туда, где прям газ сочится из-под ступенек. Неужели он до сих пор здесь остался? Да нет. Мне кажется, это всё мистика. И корабля нет. Мы все давно умерли. А, шучу. Ладно. Ведь это уже было. Ведь это уже было. Но, с другой стороны, ну, как-то газ мог долго оставаться. Столько лет. Хотя, это игра. Так что. Такое может быть. Опа. Ого. Да чё это тут? Это, Матерь Божья. Что здесь произошло? Они все забились в эту комнату. Прижались друг к другу от страха и умерли от страха же. Ага. Пехот США, 14-я дивизия. Ты ведь, знаете, не кто-то помер-то, а в военные. Прям в душу им залезли, можно сказать. Жутковато. Раздевалка. Эй. Эм. Может, дальше стоило пройти сначала? А здесь не... Некуда. О, чёрт. О, супер. Отлично. Зашились. А здесь, в принципе, света быть не может. Ты ж понимаешь это, Брэд? Откуда здесь свет? Опа. Покровавленная. Драка между членами экипажа. Зачинщик. Ряд. А, рядовой Вагнер. Арестован. Вспышки насилия по всему кораблю. Необходимы инструкции. О, как интересно. Вот это, типа, внутренние телеграммы внутри корабля, что ли, подаётся. Видимо, так. Рядовой Вагнер. Ну, ладно. Ну, и ничего не упустили, зато. Опа. Прям сайлент-хилл. Школа, блин. Может, не надо? Скримак-скримак, да? Да, в жопу всё это. Да ладно, всего лишь чьё-то лицо свисает. Всё нормально. Ой. Вы прям сильно нагнетаете, вам так не кажется? Что это за звуки? Опа, погоди. А что ж там пропустили тогда, раз нам сюда? У меня аж зубик заболел от этого скримера. О, туалетик. Блин. Один туалетик мы уже посетили. Мне не понравилось. Тихо-тихо-тихо. Это же... Это может быть флис. Нет, это не флис. Если бы сюда не заходил. Что-то не такой расфокус на лице, кстати. Ну ладно. Давайте без скримаков, а? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да ладно, насколько можно? А вдруг он бы его как раз убил, если бы я сфейлился. Хорошо, что я не сфейлился. Блин, уже так, в какой-то момент так сложно было. Но, на самом деле... Хотя нет, это действительно напряжённо, когда вот так вот ты под удары сердца отстукиваешь сам. Ну, конечно, я помню, как нужно было ровно держать геймпад от PlayStation 4, чтобы, ну, сохранять спокойствие. Это было охренительно. Но так как игра на ПК выходит, конечно, этого всего сделать нельзя. Вернее, можно, но как тогда? Как тогда мышь ровно держать? Отпусти её и всё, да? Она же не вибрирует. Защищайте наше будущее. Присоединяйтесь сейчас. Так, а здесь чё? Ага. Только за руку меня хватать не надо, ладно. Заявка на выдачу снаряжения. Один респиратор, один фильтр. На служебные расходы. Рядовой Гордон Янг. Отказано. Причина отказа. Дом Янгу уже выдан один противогаз. Интересно. А! Интересно. Рядовой Янг шарил. И он мог воспользоваться противогазом. Он мог выжить. Горчичный газ. Пахнет как чеснок, горчица, сено, кажется. Хорс Рейдиш. Не знаю, как переводится точно. Может, они там. А может, и не там. Подожди. Что это? А, нет, это потом. Сначала зайдем в комнатку. Ого! Только давайте быстро, ачивка. А что это за комнатка? Предбанник, что я не пойму. Что это такое? Стул тут как... Ладно, не важно. Нам не хотят показывать. Том, если это выплывет наружу, отвечать будешь ты, разберись. А, подождите. Может, там что-то... Может, там что-то с обратной стороны. Ну-ка. Опа! Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам копия для интенданта второго ранга. Убедиться, что на гробы сразу же после их обнаружения на водочистной станции были установлены замки. Водочистная станция. Содержимое гробов секретное. Гробы должны быть постоянно заперты и находиться под охраной без разрешения доступа к ним вашим военнослужащим. Так, интересно. Это все, ради чего я быстро нажимал на кнопочку. Хорошо. Ладно, тут и так понятно, что... Мне надо пододвинуть и залезть. Сразу подметил этот проход, но думал, потом как раз. Тут ничего нету. Алекс? Джулия! Эй! Картина! Картина! Так, смотрим. Опа! Надежнее некуда. Так, еще раз. Вертолет. Так, мы видим корабль. Там маленький корабль. И мы видим современный вертолет. Кто-то... Кто-то должен прилететь. Хорошо, интересно. Еще пять картин не найдено. Ну и центральная. А-а-а, почему мне надо крестик нажать? А, дверь. Угу. Ну я и так уже через газ прошел, помните? На лестнице, поэтому... Поэтому, собственно, он уже на него воздействовал. Кто это? Кто здесь? Убирайтесь! Да, в принципе, и твои друзья тоже орали, будь здоров, поэтому... Это могут быть и они. Так, ладно, закрыто. Нет, я ничего не слышу. Ничего не слышу. Может, это типа отголоски. Ага, спрыгнуть. Подождите. Я еще трупик не осмотрел. Скелеты. Скелеты? Ну да. Где ваша кожа? Похоже, какие-то разборки. Кожа? Где ваша кожа? У них нет кожи? Старшему помощнику Фишеру, сэр, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Мы отправляем радиограммы, указанные ниже времени, но не получили ответа. Кажется, 10 минут. До час сорок мы принимали посторонние сообщения в эфире, однако и после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиооборудовании. Я изучаю ситуацию и доложу не позже трех. Рядовой Купер. Ладно. Ага. Ага. Теперь у меня есть оружие. Теперь у нас у всех есть оружие. У Флис есть нож. У Алекса есть нож. У Бреда есть гаечный ключ. Это автоматом включается, если я ничего не делаю. Не пугайтесь. Скримак, да, скримак. Вас не должно здесь быть. Эй, я не должен вас видеть. Почему не должен видеть? Почему их не должно быть? Хоть одна причина. Ладно, пойдемте отсюда. Нам надо спрыгивать в воду, потому что других вариантов нету. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Опа, вон он, видели, видели? Человека-рассказчика в шляпе. Стоял сверху. Он еще на лодке появлялся, но очень мельком. Его было очень сложно заметить. Или просто сцены нужной не было, я не знаю. Ну, в общем. Заметить было его непросто. Что ты, посвети фонарем. А, она и так уже, понятно. Ладно, пошли. А, ты точно знаешь, куда идти? Офигеть. Почему я это вижу? Что тут происходит? Это Брэд кричал. Мы опять видим свет и... Хм. Пуля. Ладно. Тихо, тихо. Ого. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. А-а-а-а! А-а-а-а! Вот это место мы видели на картине, сейчас что-то будет Там была написана первая встреча, видимо со злодеем Что-то не так Я пока хочу соблюдать тишину, без всяких там тынь-дыринь Вон там что-то лежит Попробую осмотреться как можно больше Не-а Что тут происходит? Всякая дичь! Неужели ты не заметил? Ох-ё, какие-то ритуалы что-ли там? Пентаграмма? Кровь? Офигеть Да, вот это мистика Две головы Помните, два черепа было тогда у скелета Следы кровавые Босиком Опять же Может не надо туда вообще идти? Да, пойдем отсюда Я передумал Давай сходим на другую сторону Хорошо Сходим на другую сторону Вообще дверь открыта Наверное надо будет Туда может сходить еще Не знаю Опа Что это? Ой, может Интересно И что это? Офу Странно Ладно, может здесь можно будет спрятаться? Дневник Таааак Почитаем Ну, открывай Ой-ё Посвященные должны собраться в тишине Не более и не менее Чем пятеро чистых разумом и душой Трое из них должны быть женщинами И двое мужчинами Лица их должны быть скрыты капюшонами Три женщины Ну, у нас-то две женщины Лица их должны быть скрыты капюшонами А вдруг мы что-то о них не знаем, да? Вдруг Конрад не Конрад на самом деле Знать, что для волхва и духовного благополучия паства Прежде чем начнется фестиваль Акраммахармари Ритуал, именуемый Фрескея Дабы избавиться от демонов силами посвященных Далее следует начертать пентаграмму После чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин Дева, принесенная морем Должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сороса с мечами в руках Со всем доступным им рвением Мы стоим пятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой Пентаграмма Символ о пяти лучах Великим могуществом Повернувшись на 90 градусов Изобразить уникурсальный Пентаграммы есть вера Протяните меч вперед и низким Повернитесь градусов Изобразите мечом Акувернальный знак, олицетворяющий почтением Повернитесь лицом к северу Восторженным голосом вскрикните Что там вскрикнуть? Меч вперед Вскрикните Пентаграмма есть жертва Страница 34 Посвященные должны сделать шаг к центру и замереть в позиции Рам Произнесите в унисон Мы есть единый И со Есть А, со Ага, со Понятно, кто со там Стана Есть Господь наш Ос А может и Сорос Не знаю Как тебя узнает Может это какой-то демон, что ли Которому они типа молятся Ассорос Живой Сей мы просим тебя Чистить ауры наши И изгнать демонов Что преследует нас В честь твою мы проливаем жизнь человеческую Дабы Доверие твое По завершении Напе Пятерым должно Нужно собраться близ жертвы Наверное Обнажив мечи Совместным усилием Тело от крови Нечистой Череп Кинжал Кровь Дерево Тело следует Поместить в гроб Из твердого Дерева Так чтобы голова Всегда была видна Пастве Как напоминено На том что зло Способно заразить Души людские И лишь Сила Сороса Защищает нас За сим ритуал Будет завершен И духи Не фестиваль Можно Что начинать Продолжать Не знаю Так стоп А это я все прочитал Или нет Что-то мне кажется Что я могу Там что-то упустить Она всегда так делает Почему-то Ага Так Перелистываем Просто обычно В дневниках Этих по две страницы И поэтому Я даже не пытаюсь Дальше Ну да По две страницы Всегда Четыре точнее Да Какие-то все Стандартизированные Дневнички Они больше двух Не читают Вообще никогда Ладно Пошли Теперь можно Идти дальше А по центру Сцен Давай флис Соберись Соберись Да Ну ладно Тут ничего нет Что? Что? Вон Вон Опять Он Раскач Опа Опа Возьми Нет Я не буду Его бить Это Это Джош Это Джош С ключом С гаечным По-любому Нет 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 Не буду Не буду Не буду Не буду По-любому Это Джош Стопудняк Стопудняк Он упал Сверху Как раз Видите Как легко Мне по нему Попасть Видите Насколько Легко Сколько Времени Мне дается На это По-любасу Это было Он По-любасу Просто Просто Ребят Сто Процентно Это Был Он Ну Замахивался На меня Как раз Точно У него же Гаечный Ключ Был Интересно Слушайте Наверное Если бы мы Играли в Копе Мы бы Друг с Другом Сражались То есть Я бы Наверное Видел Это А он Был То Но Наверное Это было Было Может В разный Момент Я не знаю Не знаю Но это Интересно По-крайней Мере Фух Ну я Долго Ждал Этот момент У нас Было Аж две Картины Предупреждающие Об этом Но одна Картина Бесполезная Потому что Нам просто Показали Ну вот Чувак Какой-то Будет Непонятный С палкой Слушайте А если бы Я не взял Гаечный Ключ Я же мог Его и не Брать В принципе То есть Картина Не всегда Сто процентно Предсказывает Получается Ну в общем Вот Вот так Интересно Я еще Смотрю Очень долго Вот Время Идет Чтобы я Прям Мне очень легко Прицелиться И ударить Его ножом Но Да Влюбасает он Что ж Друзья Мы продолжим В следующей серии Надеюсь Будет больше Картин И больше Подсказок И все-таки Мои Ребятки Выживут С вами был Гедон Подписывайтесь Ставьте лайки Все ссылки Под видео Всем спасибо И до следующей Миссии Субтитры